Прежде чем мы приступим к осмотру и удалению, хочу пояснить вам, что это из себя представляет, как это будет проводиться. Перед тем, как приступить к удалению нежелательного нароста или новообразования на коже, хирург-онколог проводит консультацию и тщательный осмотр. Только убедившись в том, что никаких противопоказаний к данной процедуре нет, он приступает к работе. В хирургии Анзур Хубиев уже более 40 лет. Теперь в его руках можно видеть не только хирургический скальпель, но и радионож. Пациенты, которые хоть раз удаляли родинки радиоволновым методом, знают, что бояться тут не стоит. Помимо того, что процедура практически безболезненна, так она ещё и занимает максимум минут 10-15. Это на самом деле довольно безболезненная процедура. Там более-менее на что мог бы человек обратить внимание – это укол. Но я думаю, на протяжении жизни человеку делают разнообразные уколы и потерпеть это можно. Сама процедура происходит очень быстро. Вот мне показалось, что это даже меньше, чем 5 минут. Я думаю, если у человека есть какие-то сомнения по поводу каких-то наобразований у себя на теле, родинки, папилломы, какие-то бородавки, что-то ещё, лучше найти в своём графике вот эти вот полторы минуты, прийти в клинику, сделать эту процедуру и потом спокойно дальше жить. Так в чём же преимущество радиоволнового метода перед другими? Во-первых, с помощью электрода, излучающего высокочастотные радиоволны, нарос отсекается у основания. При этом запаиваются все сосуды, кровь моментально сворачивается. Тем самым нет риска инфицирования ранки. К тому же почти не травмируются окружающие ткани. Зато поражённая часть удаляется вместе с вирусными клетками, запечатывая место среза. Следующее немаловажное значение, что имеет при лазерной обработке или при лазерном удалении происходит грубая деформация удаляемых тканей, выпаривание внутриклеточной жидкости и в результате на гистологическое исследование данный материал отправить, получается, что нечего отправлять им. Радиоволновая хирургия при удалении любого образования ткань сохраняет свою физиологическую и естественную форму и, конечно, гистологическое исследование достаточно достоверное и высокоэффективное. Нужно помнить, что любой нарос на коже может таить в себе определённую опасность, поэтому удалённые ткани необходимо отправлять на гистологическое исследование. При радиоволновом методе такая возможность есть. Не стоит забывать, что основное богатство, дарованное человеку природой – это здоровье. Только здоровый человек способен радоваться каждому дню и ощущать полноценность жизни. Стоит отметить, что лечебно-диагностический центр «Витамед» объединил многих высококлассных специалистов нашей республики. Кроме того, клиника сотрудничает со своими именитыми коллегами из соседних регионов. Чтобы получить качественное и своевременное лечение, не нужно выезжать за пределы Карачао-Черкесии. Доктора проводят в поликлинике выездные приёмы. Обратившись в «Витамед», вы получите комплекс услуг от первичного осмотра и консультации до обследования и лечения. Клиника расположена в Черкесске по адресу Парковая, 52. Приходите и будьте здоровы!